Так приходится стирать, либо даже приносишь какие-то свои средства химические. Волна спама захлестнула подъезд до Оренбурга. На борьбу с навязчивыми объявлениями Ольга Ивановна выходит почти ежедневно. Стирает, закрашивает, моет и все для того, чтобы ненужной информации не было перед глазами. Поэтому, если, как говорят, чистота или вообще лицо квартиры с прихожей, то лицо дома, наверное, с домофонной двери, с подъезда. Поэтому неприятно, когда ее обклеивают какими-то бумажками, непонятно, какие-то грузчики, непонятно, какие-то фирмы размещают свою информацию. Особенно не нравятся, естественно, вот эти объявления, которые печатают, которые ничем не стираются, а только буквально закрашиваются. Стены домов и почтовые ящики – все это предприимчивые рекламщики превратили в площадки для размещения объявлений. Расчет прост. Яркие листовки неизбежно привлекают внимание потенциальных покупателей. Рекламный спам сыпется как на старые дома, так и на оренбургские новостройки. Заходят, клеят, да, расклещики и возле подъезда, и здесь и в ящики бросают. Надоедает, слишком навязчиво это все, это первое. Второе, естественно, она и внешний вид портит, и расклеивает, в общем-то, ну, некрасиво просто, эстетически. За чистоту на своей общедомовой территории борется и наш коллега Олег Мананников. От навязчивого спама рекламщик со стажем пытается избавиться самостоятельно. И такое захламление домов в каждом районе города, говорит автор программы «Моя квартира». В ее выпусках он рассказывает об интересных решениях в ремонте. То, через какие подъезды приходится проходить в съемочной группе до съемок, остается за кадром. Мне кажется, что основная причина – в равнодушии жильцов. То есть, если перефразировать фразу и сказать, скажи мне, какой у тебя подъезд, и я тебе скажу, кто ты, то будет все очевидно. Потому что, к сожалению, наше население никак не может понять, что подъезд – это точно такая же собственность, как и квартира. Что подъезд – это неотъемлемая часть вашей квартиры. Предложение на любой вкус. Не только стены в подъездах, но и лифты, как рекламные щиты. Место на месяц в среднем около 160 тысяч рублей. Это только в одном районе города. Годовая прибыль – миллионы рублей. Быть или не быть с такой информацией в лифте решают сами жильцы. Только после их согласия стенд может появиться в подъезде. Без подписи собственников реклама вне закона. Прибыль от размещения также должна идти жильцам, которые решают, куда направить деньги. Следить за порядком – обязанность управляющей компании. Только они, в свою очередь, говорят, устали бороться с рекламным спамом. Проблема есть. Как с ней бороться, мы не знаем. Во-первых, портится общее имущество. Двери, лифты – это же общее имущество. То есть для того, чтобы покрасить дверь, это нужны средства. Это опять средства собственников. Сейчас лифтовые кабины, новые кабины, они их дырявят. Умудряются в ночное время, когда люди не видят. У нас по программе капитального ремонта на новые 8 тоже поменяли лифты в этом году. Вот буквально лифты приняли, и через день появилась эта реклама. Причем она появилась в ночное время. Замена одного лифта обходится около 2 миллионов рублей. А после демонтажа рекламного счета подъемник чаще всего приходится менять. Говорят специалисты. Нарушаются конструктивные элементы. Каким образом появляется реклама там, где ее не должно быть, и кто зарабатывает на этом деньги, мы продолжаем разбираться. Подробности в ближайших выпусках. Оксана Боричева, Роман Боричев, Новости дня.